Массовые протесты против расизма, которые в прошлом году охватили США, Великобританию и другие страны, оставили заметный отпечаток в истории. В Туманном Альбионе убрали десятки памятников и переименовали улицы. Об отношении британцев к сложившейся ситуации в следующем сюжете. Летом прошлого года сторонники движения Black Lives Matter снесли статую известного политического деятеля и мецената 17 века Эдварда Колстона, сколотившего свое состояние на торговле рабами. Несколько веков назад отцы города почитали его как филантропа, жертвовавшего свои богатства на улучшение британского Бристоля. Однако сегодня эта историческая личность стала символом работорговли и расизма. Вслед за этим в королевстве развернули целую кампанию по сносу памятников людям, которые когда-то, цитата, прославляли рабство и расизм. В черный список вошли имена видных политиков, военных и даже королевских особ. Великобритания активно занималась работорговлей в 17-19 веках. Британцы поработили порядка трех миллионов афроамериканцев. Десятки лет мы закрывали глаза на эту несправедливость, но теперь история расставит все по своим местам. Сегодня в британском обществе стоит вопрос, как страна собирается помнить и рассказывать о своей истории. Старый свет всерьез задумался о переоценке прошлого. В правительстве, к слову, выдвинут на рассмотрение законопроект, который существенно усложнит процесс снятия памятников. Такие вопросы необходимо согласовывать как с местными жителями, так и другими органами власти, считают в правительстве. Согласно новому законопроекту, особое внимание будет уделено памятникам, созданным в честь спорных исторических личностей. На такие статуи повесят специальные таблички с информацией о них. Памятники нельзя будет снимать с пьедестала. Всколыхнувшее общество в 2020-м движение Black Lives Matter номинировали на Нобелевскую премию. Оно стало неотъемлемой частью борьбы с расизмом. Несмотря на беспорядки в США и некоторых странах, в большинстве случаев протесты носили мирный характер. Зауреш Байгелова, Галымжан Караманулы, Лондон, Хабар, 24.